Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Ну, во-первых, дорогие мои, хочу поздравить всех с наступающим 2024 годом, поскольку я думаю, что сегодня это последнее видео в этом году. Завтра буду готовиться к приему гостей. Сегодня мы, как вы видите, я уже нарядная, красивая, и сегодня мы с друзьями где-то через час-через полтора уже будем выходить. Решили все-таки отметить в ресторане, и завтра придет к нам в гости семья. Хочу пожелать всем, конечно же, мира, мирного неба, здоровья, счастья, и чтобы все наши желания исполнялись не только в следующем году, а вообще всегда. Захотел чего-то и на получай. Ой, девочки, слава Богу, наши болячки, вернее, ну как, не мои, мне слава Богу пронесло, что ковида я не подхватила, но семейство мое вашими молитвами, потому что столько людей и советы давали, и писали, что нужно делать, и приветы передавали. И, наверное, вот этот вот позитив все-таки сдвинул вот эту вот болячку туда, где она должна быть подальше. Я уже, откровенно говоря, думала, что и на Новый год будем тоже в пижамках, и только вот сами дети, мама, и мы с мужем, ну и, конечно же, наши два кота. И про котов хочу поблагодарить мою подписчицу. Вот, к сожалению, вот до сих пор ничего не происходит, то ли самим нужно менять вот эти вот ники, чтобы не были вот эти вот циферки, буковки и юзеры, и что не можешь ты обратиться к человеку и поблагодарить по имени. Кто мне написал, что у собачки маленькой тоже была вот эта вот булька, ну, шарик после прививки, и не проходил, что нужно массировать легонько, делать массаж. Стала делать, и, слава богу, начинает рассасываться, потому что я вот читала, кто-то написал, что Лиля надо вихрем бежать к ветеринару. Я, конечно же, девочке перезвонила, сказала о проблеме, они говорят, ну, мы вас предупреждали, типа, нормально, ждите там, если через четыре недели не пройдет, тогда придете. Но, ну, знаете, как у страха глаза велики, ты же открываешь просторы интернета и начинаешь читать. И вот потом думаешь, господи, лучше бы ты ничего не открывал и ничего не читав, потому что начинаешь нервничать и не знаешь, что тебе делать. И тоже хочу поблагодарить вообще всех, кто откликнулся на мою просьбу, потому что практически все, кто написал, что, Лиля, ты не переживай, и у многих вот эти вот прививочки рассасываются очень долго. И я тоже почитала, посмотрела, что, да, действительно, они попадают куда-то не в ту мышцу, а ну что, ну что, той шкурки, господи, котынятку там убыл, три с половиной месяца. И не туда попал, и оно вот это вот, набряк вот этот идет, воспаление. И вот чтобы лекарство, оно не рассасывается, вернее, не лекарство, а вакцина. И там еще в вакцине какой-то есть элемент, который именно вот этот вот отек вызывает. И что, легонько-легонько массирую, и уже с вот такой большой бульки, уже совсем манюсенькая. Так что, девчонки, огромное всем спасибо. У меня вчера в магазине, у девочки, два прикола. Второе, вернее, ну как, второе, это такая ситуация, которая бывает у нас, к сожалению, часто, но, наверное, не только у нас. Первое, посмотрела я на цены, хотела купить упаковку копченой рыбки, ну, копченого лосося, чтобы на бутерброды положить. У меня, я не помню, показывала или нет, еще, наверное, недели за две до Рождества покупала сыр, вот, пармезан итальянский, с кусочками трюфелей. И вот бутербродики, вот греночка, копченые лососи, вот этого сырка немножко, ну, такая обалденная вещь, да. И немножко мягкого сливочного масла еще нужно, чтобы оно не на сухаре лежало. И, короче, посмотрела я на цены, несмотря даже на то, что скидка была, там 30% на вторую, что нужно две брать, там 40%, но цены заоблачные. И, как Артур мне объяснил, нашли какую-то болячку у этой красной рыбы, и поэтому то, что без болячки, соответственно, его не так много, и стоит оно дорого. Ну, намного, раза, наверное, в 3-4 дороже, чем в прошлом году. Ну, ладно, это не важно. И я-то человек наш, как говорится, перед тем, как поехать в определенный магазин, я промониторила цены, посмотрела, ну, думаю, если не будет копченого, возьму свежего. И засолю дома сама. Ну, рецепт я уже неоднократно показывала, так что в этот раз, когда солила, даже не снимала. И в этом магазине, в Карфу, куда я поехала, были вот килограммовые такие упаковки лосося сырого, и они были по 17 евро за килограмм. Ну, там не именно килограмм, там кило 200, там 900 грамм, ну, половинка вот этого филе. И подъезжаю я до вот этого холодильника, где, ну, там разного, ну, праздники, сами понимаете, там, чего только не мая. И стоит женщина. Я же, ну, посмотрела на одно цены, посмотрела на другое. Она стоит вот здесь, вот первое отделение, там вот эта вот рыба сырая лежит. И вот этот вот по промо, ну, по скидке только одна филейка осталась. Ну, я смотрю, тетенька не двигается никуда, стоит шоссе. Ну, откуда я знаю, что она там рубит? Я же подхожу, беру вот эту рыбину последнюю и кладу себе в тележку. И она так на меня, знаете, так, мадам, извините. Не, ну, они французы, они здесь все спасибо, извините. Стоят посреди дороги или там на машине остановятся, там, что-то вот так вот друг друга побачил. И вот они могут стоять и плевать, что там за тобой кто-то едет. Если сигналить не начнешь, они могут минут пять-десять разговаривать. И она же так вежливо, вы извините, но это я вам, типа, эту рыбу хотела взять. Я говорю, да почему вы ее не взяли? Я там говорю, не телепат. Я говорю, в магазин прихожу не для того, чтобы угадывать, кто что хочет. Я прихожу для того, чтобы купить то, что мне надо. И она носа не портыкуа, ну, это непонятно что. Я посмотрела, развернулась и пошла. И она там еще что-то бубанила. Ну, вот странные люди, хочешь ты взять, возьми. Тебе же никто не запрещает, передумаешь, положишь обратно. Ну, ты видишь, что она одна, но ты-то не одна в магазине. Ну, короче, у французов свои прибамбасы. И второй, ну, прикол не прикол, конечно, это не совсем прикол. Тоже было написано, что на шоколад определенной марки, не буду говорить, потому что стоит что сказать, так начинаете, а, это она рекламирует. На шоколад определенной марки, ну, всегда у нас перед праздниками, там даже представители этой торговой марки присутствуют. И было написано, 50% на весь шоколад вот этой вот марки. Ну, что ж вы думаете, 50%, ну, то ли тебе там 8 евро заплатить за коробку конфет, то ли 4, или аж сколько купила, 5 коробок, всего разного, конечно, потому что и сегодня пойдем тоже коробку подарю, да, и мы тоже любим. Шоколад, он расходится, особенно на праздники. Я его в обычной жизни не ем, но на Новый год я люблю побаловать себя. Ну, и когда на кассу подходим, и она начинает пробивать, ну, и называют сумму, я у меня вот такие вот глаза, думаю, господи, а что ж так много? Ну, думаю, ладно, рыба, ну, думаю, ладно, там, бутылку шампанского я опять взяла, там, сырок, ну, такой вот, по мелочевке тоже упаковку остриц взяла, и, ну, не получается никак, ну, такая вот сумма. И что вы думаете, а, это карточку же, я говорю, что-то много? Она говорит, ну, вы карточку давали? Я говорю, да, ну, я же вначале сразу, ну, вот эту скидочную, карта магазина, ну, карта магазина. И я говорю, так, а, скажите, пожалуйста, а шоколад по скидке прошел? Она говорит, а сейчас посмотрю, потому что оно, ну, сначала печатается, потом внизу пишется, что значит со скидкой. Думаю, может, оно на карточку. Иногда бывает, ты не досмотришь, и к кассе подходишь, и смотришь, сумма не совпадает с той, что ты там себе в голове накрутил. Но когда есть сразу моментальная скидка, а есть, деньги переводятся на карту. Она говорит, нет, вы знаете, опять на шоколад скидка не прошла. Я говорю, как опять? Она говорит, да сегодня целый день какой-то сбой. И говорит, уже вот люди идут, идут, и вот на нескольких кассах, и при том не на всех, а на нескольких кассах не проходит вот эта вот скидка. И перед этим, почему я сказала, что прикол, когда же я выбирала шоколад, подходит одна женщина, мадам, простите, и фотографирует, возвращается. Я иду дальше, мужчина с женщиной, пожилая пара тоже, ой, простите, пожалуйста, тоже фотографируют и возвращаются. Ну что, на кассе говорят, что нет такого, и чек-то уже пробил, как бы там, ну кто-то платит, кто-то не берет. Вот, и если ты заплатил, то нужно идти на ресепшн, и тебе по фотографии, что действительно, что с ресепшна женщина же не пойдет проверять, а ты уже сфотографировал, показал, вот, написано. И при том это действует с 24 по 31 декабря, именно, ну вот эти 50%. Ну, короче говоря, взяла я вот этот вот шоколад, пошла потом еще, ну, а людей тоже целая куча, прихожу на ресепшн, там целая куча людей, и все с вот этими шоколадными коробками, все делают вот эту вот скидку, ну, правда, сделали, и вернули не на карту магазина, вот это, а именно на банковскую карточку, которая рассчиталась. Я уже взяла, говорю, да не-не-не, я уже, нет скидки, нет скидки, шоколад нужен, буду брать. Так что, девочки, вот такие вот у нас дела. Погода стоит классная, очень тепло, плюс 16, солнышко, ветра нет. Я вам сегодня брючки на мне и нарядила вот такую вот блузочку. Кстати, будет возможность выгулять подарки мужа на Рождество. Так что я такая вся нарядная, в хорошем настроении, что наконец-то моим стало лучше, и мы хоть как-то немножко можем куда-то двигаться. Потому что за вот эти вот две с половиной, да уже три, да, уже три недели, как все болеют. И я уже, честно говоря, не то что подустала, мне уже дурно от всего этого. Было одно дело за одной мамой ухаживать, а другое дело, когда на тебе не только мама, но и другие. Но других хоть не надо менять, но тем не менее. То ли там кто-то посудомойку разобрал, кто-то попылесосил, кто-то стирку забил, развесил. А тут, когда все на тебе, и всем все приготовить, и магазин, и плюс у Миленки последняя неделя была в школе. И уборка вот эта, чтобы все привести в порядок. Потому что и постельные сменить, заменить, вот это я терпеть не могу. И глажки тоже не хочется, чтобы же жена в Новый год переходила. Единственное, девчонки, в этом году что я не успела. И с одной стороны у меня такие сомнения были. То ли в ресторан с друзьями сходить, как бы оттянуться время провести, выдохнуть весь вот этот вот напряг, то ли остаться. И я всегда перед Новым годом делаю чистку в доме, выбрасываю старую обувь, какие-то там штучки, которые, знаете, как вот откладываешь. Ой, да потом, потом, а вдруг пригодится. Вот это у нас еще, наверное, вот этот вот советский менталитет остался, что наши мамы, бабушки там, ой, пуговка вдруг где-то оторвется, она там похожая, пришью. Ой, там кусочек какого-то материала вдруг там куда-то понадобится на поделки. И вот этот вот хлам, он откладывается, откладывается, откладывается. И потом вот такие горы, ну не горы, но пакеты у меня, девочки, стоят. Потому что то туда какая-то мыслишка есть. Ну вдруг с Миленочкой будем коробочки. Посмотрела там по интернету. Ну знаете, такие каналы есть, где поделки разные делают. И понравились мне коробочки. Ну как для мелочей, там карандаши ребенку складывать, там фломастеры, всякая вот такая мелочь, чтобы оно не валялось где попало. А вот красиво вот так вот стояло. И я тупо откладывала, откладывала то коробки с обуви, то красивые вот эти вот небольшие, ну ребенок же растет. И там от джинсов карманчики с какими-то там стразиками. Ну чтобы детскую комнату украсить, вот именно вот эти коробки, чтобы они такие были модно девчачьи. И я все это складывала, складывала. И хотела все вот это перед Новым годом разобрать. Потому что одно действительно стоит внимания, чтобы его оставить, а другое надо выкинуть нафиг. Но не успела. Решила все-таки моральное состояние. Тоже нужно приводить в порядок. А уже такое материальное. Ничего, после Нового года разберусь. Никуда оно не денется. Это не то, что там у меня дом грязный. А, залежи разберу. Все, девочки, целую, обнимаю. Пойду поторапливать. Да, еще прическу Миленки хочу сделать. Пойду поторапливать их, чтобы они собирались. И будем сегодня, ну как не отмечать Новый год. Просто хорошо хотим провести время с друзьями. Целую, обнимаю еще раз. Всех поздравляю с наступающим. И, конечно же, до встречи в новом 2024 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова